Для небольшой делегации и больших гостей – экскурсия по аллее космонавтов парка Ривьера. Первое дерево появилось здесь в 61-м. Юрий Гагарин свою магнолию в Сочи посадил через месяц после полета в космос. Все космонавты, которые приезжали к нам в Сочи на отдых, они обижательно были в нашу парку и сажали деревья. Сегодня таких магнолий здесь 50. В последний раз новыми посадками аллея пополнялась больше 10 лет назад. Оттого очередную ждали с таким нетерпением. Старт посадки новых деревьев на аллее космонавтов дал голос Гагарина и взлетевшая в небо импровизированная ракета. Сразу три магнолии в парке Ривьера посадили герои России и СССР, летчики-космонавты Александр Иванченков, Сергей Трещев и Александр Лавейкин. А приурочили посадку к предстоящему 55-летию полета первого человека в космос. Это, я считаю, второй праздник после Дня Победы, конечно же. Прошло не так много лет после завершения Великой Отечественной войны, и наша страна после разрухи, после того, что потеряли очень много наших соотечественников, смогла запустить в космос человека. Это невероятное событие. Это говорит о мужестве, о наших огромных потенциальных возможностях нашей страны. Кстати, вдохновителем посадки деревьев стал член Общественной палаты России Константин Затурин. Это он организовал приезд космонавтов в Сочи. Говорит, это продолжение старой традиции. Раньше, после полетов, космонавты обязательно приезжали сюда на отдых и реабилитацию. Я просто, приглашая космонавтов, моих друзей сюда в Сочи, считал важным накануне Дня космонавтики подчеркнуть, что город Сочи, он на самом деле всегда был славен тем, что сюда приезжали хорошие люди. Это город тружеников, это город, который видел на своих улицах, на своих пляжах, на своих санаториях самых лучших людей нашей страны. Кстати, деревья космонавтам помогали садить школьники, которые не должны забывать о подвиге своих соотечественников. О сохранению памяти о славных страницах освоения космического пространства будут всегда способствовать посаженные на аллее именной Магнолии.